МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большой личный вклад в развитие детско-юношеского спорта, паралимпийского движения, выдающиеся достижения на российской и международной аренах. Я очень горжусь этой высокой государственной наградой и хочу ее разделить вместе с моим коллективом, клубом настольного теннисов «Акел Газпром», с моими друзьями, которые на протяжении всей моей жизни помогали мне развивать настольный теннис в Оренбургской области, в России и в Европе. Андреев основал клуб «Акел Газпром», который молниеносно превратился в суперклуб. За короткое время стал многократным чемпионом и обладателем Кубка России. Четыре раза выигрывал Лигу Европейских чемпионов. Это один из самых успешных клубов страны по всем видам спорта. По инициативе Виктора Андреева и при его активнейшем участии в Оренбурге был построен уникальный центр настольного тенниса, всего за пять лет ставший настоящей кузницей кадров для сборной. В нашем центре сегодня занимается свыше тысячи человек от четырех лет до восьмидесяти. Воспитанники нашей спортивной школы уже завоевали десять европейских наград. Есть у нас и победитель первенства Европы Владик Банников, есть у нас и игрок национальной сборной команды России в девятнадцать лет Денис Ивонин. И семь человек у нас входят в состав сборной команды России. Есть еще одна нерешенная задача. Надо будет обязательно построить спортинтернат. В активе Андреева это уже третья госнаграда. Но высшей, первой степенью, заслуги спортивного работника в Оренбурге оценены впервые. Следом Юрий Берг встретился с действующим спортсменом. Дзюдоист Роберт Мишвидабадзе в этом году показал лучший результат среди всех оренбургских спортсменов. Он стал вице-чемпионом мира. В Баку на главном турнире года лишь в финале он в упорнейшей борьбе уступил родоначальнику дзюдо, японцу Токато. Медаль мирового чемпионата по дзюдо у нас впервые. А буквально на днях Мишвидабадзе стал победителем итогового турнира мировой серии в Китае. На встречу с губернатором он прибыл вместе со своим тренером Игорем Терсковым. С тренером, я думаю, все нормально. Он за тебя переживал и переживает. И всегда с тобой. Что я хотел бы сказать спасибо тебе за это, выручить сертификаты вам с тренером. В прошлом году Мишвидабадзе выиграл чемпионат Европы в Варшаве. В этом, вслед за серебром чемпионата мира, Роберт взял золото Гран-при и завершил год на мажорной ноте. Баскетбольный клуб «Надежда» – бронзовый призер Кубка России. В Курске наша команда в очередной раз вошла в призовую тройку турнира. За три дня до начала финала четырех Надежда неплохо размялась дома в календарном матче Евролегии. Некогда грозная итальянская фамила сейчас только проигрывает. Хотя известный тренер состав усилился сразу тремя суперзвездами. Но вот игра не идет. К середине матча Надежда вела плюс три. Часто бывает, что третья четверть ключевая. И в этот раз баскетбольный закон подтвердился. Выиграв 16-7, Надежда перед последней десяти минуткой получила комфортабельное преимущество, которое к финальной сирене только выросло – 67-51. В составе гостей за всех отдувалась Квигли, но ее 23 очка итальянок не выручили. Для нас это была очень важная игра, и мы очень надеялись на то, что мы все-таки выиграем. Но нам не удалось показать на площадке даже самые базовые вещи, которые учат с детства. Поэтому мы их выиграем. В нашем составе в порядке были обе центровые – Джонс и Тихоненко. На двоих по 23 очка и подбора. А лидерами по результативности стали и Гойровида, и Виллер, набравшие по 15 баллов. Надежда осталась на пятом месте в своей группе. В кубковом финале четырех Надежда сначала прошла испытания курским «Динамо». Наши дали хозяйкам настоящий бой. К большому перерыву курянки ввели всего два очка, но сил на концовку у них оказалось больше. В «Динамовке» выиграли 84-71, а половину очков набрали экс-игроки Надежды – Анойкина и Кириллова. Зато в матче за третье место преимущество оренбурженок над подмосковной «Спарты» не подвергалось сомнению. Надежда лидировала во всех четырех периодах и спокойно довела матч до бронзы – 76-60. Как и накануне, сразу пятеро из нашего состава набрали 10 и более очков. А Ксения Тихоненко вошла в символическую сборную турнира. Ну а кубок в девятый раз завоевал у ГМК. Анатолий Юденич, Владислав Горбунов, Игорь Бероев. Новости спорта.